Ну, давай попробуем, кто хочет поучаствовать? Сначала желающих. Не-не-не, это очень много участвующих, они не добровольцы. Они участвуют позже. Я думаю, все-таки ты, наверное, расскажи о правилах, как мы будем отбирать, и тогда будет немножко легче. Хорошо, тогда отбираем. Кто был на семинаре Романа Проданюка? Поднимите руки. Вот, из тех, которые подняли руки. Ищи жертву, Сережа. Я найду. Держите, 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 а то я не сильно быстро запоминаю. Кто готов, как доброволец, поучаствовать? Проходите, пожалуйста, сюда. Спасибо. Так, дальше. Кто был на семинаре Владимира? Владимир Величук. Организация молодежного служения. Одна рука, две. Или сразу, наверное, узнали... Сережа, а тут вот ребята вышли уже. Вы хотите поучаствовать? Один, один, подождите, стоп. Один от... Да, вот, молодой человек. Вы откуда? А, не-не-не, все, поздно. Ну, в смысле... Одного человека, да, достаточно. Один, достаточно. Один представитель. Спасибо. Так, еще раз. Владимир Величук. Величук, еще раз поднимите руки. Организация молодежного служения. Вот что, вот давайте вы. Галстуки. Красивые, вот, почти как Величук, только моложе. Так, дальше. Дальше. Сергей Степанюк. Вот. Нет, ну, в смысле не Сергей Степанюк, а... Кто был на семинаре? Давай. Дальше. Так, девушки, поднимайте руки, а то одни парни... Константин Изотов. Так, наверное, надо у Константина спросить, были ли у него вообще люди. Никто руку не поднял. Да. Важная тема. Открой себе Христа. В себе. А кто бы хотел посетить этот семинар? Там ничего страшного нету. Всего-навсего паспортные данные. И все. Дальше. Эдуард. И церковь-кафе. Дальше. Эдуарда нашел? Спасибо. Эдуарда не нашел. Юрий Бондаренко. Так. О, как я хорошо стою. Эдуард. Так, кто из вас сами? Один, два, три. Супер. Как эти цифры работают? Я вообще за счет. Отлично. Дальше. Андрей Михайловский. Надежда через телевизор. Опа. Вообще печально. Вот есть, Сережа. Андрей Михайловский, пожалуйста. Отлично. Или это Андрей Михайловский? Нет, это не Андрей. Ага, я понял. Так, дальше. Олег Боков. Инвестируй в небо. И Вячеслав Демьян. Вот сразу от Олега Бокова. Олег Боков. Вячеслав Демьян. Наше радио. Так. Вячеслав Демьян, да? Или... Нет? А, нет. Это просто нормально. Так. Еще раз. Вячеслав Демьян. Да. Мне правильно подсказать. Спасибо. Он был объединен с Андреем Михайловским, но нам все равно нужен человек. Да. Кто хочет побыть Вячеславом? Нет, нет, не Вячеславом. Или вы хотите выйти? Можно, можно. Отлично даже будет, если это будет сам Вячеслав. Супер. Все, да? Мы нашли. Да. Отлично. Все. Так, я где-то... Сережа, ищи свои слова, я пока объясню условия. Ну, назовем это игрой. Пусть это будет игра. И назовем ее минута славы. Сейчас вот вы видите фамилии, имена спикеров и темы. Подумайте, как за минуту вы бы представили семинары, если бы были спикером. Вы поняли, да? Я думаю, Вячеславу Демьяну вообще повезло. Повезло. Ребята, нам очень понравилась ваша реакция. Молодцы. На самом деле мы не будем над вами так издеваться. У нас к вам будут вопросы. За правильный ответ можно будет присесть в зал. Итак, Сергей, не уходи. Я не ухожу. Ты начнешь или я? Нет, ты начнешь. Я начну. Хорошо. Ты сидишь просто рядышком. Да, я поняла, о чем ты. Итак, будьте внимательны, пожалуйста. И первый вопрос. Вячеслав, кем вы больше себя чувствуете? Варианты ответа. А. Директором телеканала Надия. Б. Отцом двоих детей. В. С муглым симпатичным брюнетом. Один вариант ответа. Один. Директором медиагруппы Надия. У вас нет такого ответа. Нет, но непотроним. И это правильный ответ. Давайте попал. Спасибо большое. Спасибо. Можно присаживаться. Спасибо огромное. Так, у кого Сергей Степанюк? Кто Сергей Степанюк? Ага, вы Сергей Степанюк. Замечательно. Сергей Степанюк, ты смотришь? Я рядом стану, можно я тут стану? Спасибо. Итак, как вас зовут? Сергей Степанюк. Абсолютно верно. Как-то быстро ты в роль вошел. Давай еще раз, как тебя зовут? Вадим. Отлично, Вадим Степанюк. Ладно. Итак, а, чтобы ты видишь подсказки. Так, вы ведущий по спилкуемости Ирана Кнадии. Ну, представили, да? Какую передачу хотели бы вы вести еще? Мастер-шеф, прогноз погоды и криминальные хроники. Я выберу мастер-шеф. Почему? Кулинария, это интересно. Это правильный ответ. Поаплодирую. Так, вопрос к Юрию Бондаренко. Кто у нас? О, отлично. Юрий, сколько человек было на вашем семинаре сегодня? Варианты ответа. А. Много. Б. Было. В. Человек. Очень много. Подумайте внимательно. А. Много. Б. Было. В. Человек. Правильный ответ. Было много человек. Абсолютно верно. Вы молодец. Присаживайтесь. Так, продолжим. Дальше Эдуард Свирень. Вы, да? Давайте к нам. Я Эдуард. Ну, понятно, но мы же как бы уже тоже все понимаем. Так, варианты… А, вопрос. Как нужно назвать кафе, чтобы в нем всегда много посетителей? Как вас зовут, кстати? Подождите. Галина. Галина. Так, Галина, я повторю вопрос. Как нужно назвать кафе, чтобы в нем всегда было много посетителей? Так, внимание, варианты ответа. Дакмональдс. Есть, да? Парковка или морковка? Арт-кафе. Христианское арт-кафе. Я повторю варианты ответа. Нет. А, нету? Все-таки… Нет, ну, вариант, как с Вячеславом Михайловичем, не пройдет. Нужно выбрать из этих трех. Парковка. Парковка? Да. Так парковка уже было. Это неправильный ответ. Ну… Осталось Дакмональдс. Мне так нравится. Морковка. Ну, мне нравится, как будет Дакмональдс. Дакмональдс, да? Дакмональдс, да. То есть вы хотите по наименьшему сопротивлению поменяй буквы и будет успех, да? Да. Неправильный ответ. Ну, нам морковку поведут, это как кролики. Ну, это уже хорошо. Ну, хорошо, давайте поаплодируем. Андрей Михайловский. Пройдите сюда, пожалуйста, Андрей. Как вас на самом деле зовут? Гоша. Гоша, очень приятно. Гоша, Андрей Михайловский. Сколько можно смотреть телевизор? А. Телевизор – это зло. Вариант ответа такой. Б. 24 часа в сутки. Всего два варианта. Отвечайте. Аб. А. Телевизор – это… Аб. Абр. Абр. Такого нету ответа. Абр. Если смотреть 24 часа, то телевизор – это зло. А если телевизор – это зло, то нужно его смотреть 24 часа. 24 часа, да. Логично. А что делать тогда с телеканалом Надия? Ну… Стоп, не спеши, не спеши. Вот напротив тебя прям сидит уже директор. Хорошо, подумай. Ты подумай. Смотришь, смотришь, устал, заснул, проснулся, дальше смотришь. Абсолютно верно. Давайте поаплодируем. Можно присесть. Спасибо. Так, Владимир Волычук. О, так. Ну, я, в принципе, могу подойти. Так, как вас зовут? Саша. 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 О, чуть бодрее, а то я уже… Думаю, да. Ладно. Что, по-вашему, может побудить молодежь служить в церкви? А, ждете вариантов, я думал, сразу скажете. Ладно. А, деньги. Б, личный пример. В, еда. На еде мне как-то зал среагировал. Вот все-таки, наверное, есть, да, какая-то вот ниточка? Время к ужину. Вопросы кибу. А, вопрос. Еда все-таки сбивает, я понял. Что, по-вашему, может побудить молодежь служить в церкви? Повторите варианты? Отлично. Деньги, личный пример и еда. Не забывайте, что вы Владимир Величук. Я же так и думаю. Да. Не, вы не про Владимира думаете, вы про вопрос. Вернее, про ответ. А, да. Давайте поможем. Нет, нет, не надо. Нет, нет. Это же... Я просто думаю, как молодежь. Совершенно верно. Ну, взагалі-то, надо бажання просто. Але в данный момент для молоді... Не слушай їх, слушай, Нина. Вот подсказывает зал, деньги. Выбирайте деньги. Нет. Нет, тогда я еда выбираю. Еда. Вот так. Что скажет молодежь? Действенный способ. Поэтому церковь, кафе, тут может реально... Хорошо, давайте поаплодируем Александру. Спасибо, спасибо, Саша. Далее Роман Проданюк. Это вы, да? Здравствуйте. Как вас зовут? Богдан. Очень приятно, Богдан. Ну, представьте, что вы Роман Проданюк. И следующий вопрос. Расставьте в правильной последовательности слова, они же шаги к достижению должности президента Киевской конференции. А. Популярность. Б. Смирение. В. Трудолюбие. Расставьте в правильной последовательности. Еще раз вариант. Варианты. А. Популярность. Б. Смирение. В. Трудолюбие. Трудолюбие, популярность, смирение. Вы уверены? Особенно после популярности смирения. Я как-то... Не-не-не, все нормально, я же не понял. Хорошо. Спасибо большое. Присаживайтесь. Так, дальше у нас Боков Олег. Так, давайте сюда к нам. Отлично. Как вас зовут? Тарас. Тарас. Вам понравилась лекция Олега? Да. Олега нет, вы можете честно говорить. Хрена понравилась. Понравилась, отлично. Итак, его семинар назывался «Инвестируй в небо». Правильно? Отлично. Слушайте внимательно. Если бы... Ну, вы же Олег Богов, правильно? Поэтому вопрос. Если бы ваш семинар назывался «Инвестируй в землю», о чем бы вы говорили? Варианты ответов. О комбайнах и удобрениях, о яхтах и загородных коттеджах и о прахе человека? Я думаю, что можно... Не спешите подумать. Уже готов ответ. Я думаю, что можно было бы по всем этим пунктам... По всем пройтись. Супер. Универсальный человек. Аплодисмент. Итак, последний у нас участник Константин Изотов. Константин, внимательно послушайте вопрос. Можете ли вы решить пример? Пример 2 плюс 2 умножить на 2 минус 3 и разделить на 7936. Можете ли вы решить пример? Нет, так сразу. Это правильный ответ. Мы вас поздравляем. Присаживайтесь. Ну, в общем, мы сделали выводы о том, что на лекциях было очень интересно последствия вот этих всех ответов. И предлагаем дальше посмотреть на сцену. Продолжение следует... Продолжение следует...